Подложим разговор. Поговорим, как сделать более сложную морскую муху фиолетовая кобра. Первое, что вы когда делаете более сложные мухи, я бы рекомендовал вам крючки высокого качества, специально произведенные для морской рыбалки, ну вот фирмы Maruto, которые продаются на сайте улов-припай, произведенные по нашему заказу фирмой Maruto. Чем я это обосную? Ну, допустим, сделали вы хорошую муху на каком-нибудь крючке кунг-фу, или там крючок фирмы, этот, как он, Хайябутса, или крючок фирмы Ямай. Ну, степень защиты крючка фирмы Maruto с сайта улов-припай позволяет вам будет ловить котами. То есть вы сделали мушку, и она будет вам этот год, следующий год, потому что с крючком ничего не случится. Если вы сделаете на крючке фирмы Кумхо это же счастье, то не факт, что у вас там через час крючок будет живой. Если сделаете на крючке фирмы Хайябутса, то там они тоже ломаются, облазят. Много негатива толще сами по себе, ну, и гораздо низшего качества, хуже защита, жарить начинают быстро. Если фирмы Ямаи, ну, тоже хорошо, но на фирмы Ямаи там нету, допустим, они не делают, как я, крючков с колечками, и гораздо труднее менять, как они, ну, гораздо медленнее перевязывать, и нету таких ярких цветов. И фирма Ямаи тоже там быстро облазит, особенно, если в серебре или там никель, они как бы долго держатся, то голубые цвета у них быстро облазят. Но вернемся, как делать муху. То есть, когда мы говорим о кобре, что мы знаем, змею кобрей, с капюшончиком. Вот, собственно, задача сделать это, как, утолщение капюшончиком. То есть, у нас, как всегда, объемный шелк, который я только что объяснял. Вот мы с него делаем вот этот капюшончик. Потом, если она фиолетовая, берем отрублен фиолет УФ Текстри. Тоже сюда ставим. Мы из него бородку сделаем. Разворачиваемся, вот у нас такая бородка получилась. До наглядности я вам отрежу. Видите, тут ничего сложного. Если вы хотите, чтобы мушка, допустим, светилась в темноте или искрилась в лучах солнца, добавляем сюда люрекс фирмы Тоха Кеймура. Вот он. И люрекс фирмы Кеймура Фосфор. То есть, люрекс Фосфор, он будет светиться в темноте. Соответственно, вся ваша муха будет светиться в темноте. И даже хочу сказать, что вот так вот одну ниточку этого Кеймура Фосфора ставишь фосфора и начинает блестеть. То есть, вся вот эта вот висяет оборотка в темноте начинает блестеть. Ну, это можно проверить ведь. То есть, она как подсвеченная. То есть, внутри как бы фонарик маленький горит. Сделали эти мухи мои. Подойдите ведь. Выключите свет. Ну вот, очень хорошо. Всегда рекомендую, если вы на морскую рыбалку идёте, люрекс кристалл Кеймура. Люрекс фирмы Тоха. Цвет кристалл и... Цвет кристалл Кеймура. То есть, фиолет УФ. И вот вы сделали всё. Вот это вот развернули. Все оборотки в сторону жало. И у вас получилось. И вот тут вот делаете капюшончик. Формируем капюшончик. Готово. Вот она, муха Кобра. Теперь, внимание. Смотрите. Вот у нас крючок в форме бокоплава. Он весь серебряный. То есть, уже сам крючок работает как маленькая блёсинка. Это крючок Хабуха с сайта олов-припай.ру. Вот на нём утолщение в виде головки капюшончика Кобры. И вот любимая бородка нашей колюшки. Часто я вижу, вот бородки ставят не вот тут. Кто-то, видите, как работает, стоит, во-первых, напротив жала. Когда рыба клюёт, то есть она почти всегда подсекается. А делают вот тут, в районе этого, в районе крючка. Так гораздо хуже ведь. Во-первых, рыба бьёт не по жалу, промахивается. Ну, это почему так делают? Во-первых, из-за неумения и из-за плохих материалов. То есть, они когда вяжут плохими материалами, не умеют, им нужна точка опоры. То есть, они делают вот тут, некоторые даже пропускают пару люрексов внутрь колечка, чтобы, как бы, типа крепеж был. Всё. Ну, можете её покрыть бесцветным лаком, можете это не делать. Лаковый ультрафиолет я не рекомендую применять, так как она и так покрыта, они и так светятся в ультрафиолете. Тут все элементы. Мушка будет вот так вот, вот это вот будет полтаться. Капюшоночек будет, форма напоминает микроблёсинку. То есть, видите, она тоненькая, с утолщением. Толщение такое, как сказать, веретенообразной формы. Или форма, там, ну, капюшона этого, кобры. Вот она. Видите, затратил я сам очень немного времени. Но если вы потрудитесь, то есть, я когда девчонок обручал, то есть, первую муху она, там, допустим, полчаса делает, вторую 20 минут, а на третий день она их за час делает, там, 50 штук. Ну, и вы же не глупее девушек, и наши девушки не глупее вьетнамских или, там, японских, которые такие же мухи делают вручную. Видите, всё доступно, показано. Следите за новостями нашего сайта, заходите на сайт, покупайте хорошие материалы, подоступные для граждан цене. Заходите в свои магазины, спрашивайте, почему у вас нет товара фермы gov-pipat.ru Ну, если кто мне принесёт какой-нибудь, там, заказ, там, ну, с какой-нибудь магазина, получится от меня благодарность. И счастливое. До свидания. Продолжение следует...